Ненадежная ручка, но уже треснутая немножко. Все-таки, видимо, это не резина, но так толстая, увесистая. Это у нас шестигранник для поднятия. Сюда нужно этим винтом зафиксировать эти половинки. Инструкция. Все это можно прочитать, посмотреть. Да, вот такая вот штуковина. Он очень тяжелый. Коробку одну ворочать можно, конечно. Но достаточно тяжелая штука. Вроде говорят, что поднимают просто вот этой чашей автомобиля и все в порядке. Насчет того, что она широкая и здесь шипы невысокие. Но, я думаю, сюда надо сделать прокладку из резины, из прочной. Чтобы резиной все-таки опиралась. Сейчас я его достану, прикручу и покажу. Домкрат вынул я из коробки с помощью небольшого подъемного устройства гаражного. Пенопласт убрал. Но вот последний пенопласт, нижний, он был здесь приклеен. Приходится его кусочками отрывать. Вот он тут сильно приклеен как-то почему-то. Надо это все убрать. Заодно ролики проверю, как они здесь смазаны, не смазаны. Ну все, в принципе. Единственное, что мне такую длинную рукоятку не надо. Я ее убрал вот эту верхнюю часть. Пока что. Тестировать я это буду все летом, когда у меня... А, это все я весной буду тестировать, когда надо будет резину менять. Пока что он мне пригодится для ремонта мототехники, для каких-то бытовых нужд зимой. Здесь вот есть такой ступор. Надо вот так вот его убрать отсюда. Вот и все, в принципе. Ну и надо вот этот вот гулт подоткрутить. Так. Все, в карданчик мы попали. Болтом фиксируем. Но не до конца, потому что если вы его закрутите прямо очень сильно, вращаться не будет рукоятка. Вот, она не выпадывает, но может вращаться. В состоянии, когда закручена по часовой стрелке, можно, в принципе, начинать поднимать. Да, вот, давайте поднимем. Вот, раз, два, три до конца, четыре, пять. Ну, давайте еще. Шесть. Все, шесть она уже... О! Ну, шесть полный прошел и... Нет, седьмой уже не идет. Шесть полных качков. Давайте измерим, что у нас тут получилось по высоте. По высоте от пола. Сорок семь с половиной. Ну, сорок семь с половиной, да. Сорок семь с половиной, если будет подушка проставочная, резиновая. Ну, где-то сантиметр, наверное. Значит, сорок восемь с половиной. Не обманули. Здесь заявлено 470 миллиметров. Сорок семь с половиной, это уже, вот до сюда, до края. Так что, соответствует. И с проставочной подушкой еще на сантиметр будет больше. Давайте его спустим. Надо ее крутить против часовой стрелки. Ручку, вот, она пошла вниз. Вот так вот. Все отлично закручиваем. Давайте посмотрим подъемную высоту. Ну-ка, давайте еще раз вот я все в самом низу. Да. В самом низу. Ну, двенадцать. Двенадцать с половиной по ребру будет, вот здесь, когда ребро будет стоять у автомобиля, у борта. Двенадцать с половиной, то есть на сантиметрик они немножко обманули. Немножко, тут немножко больше и тут немножко больше. То есть примерно диапазон-то один и тот же, как здесь указано. Все соответствует, я считаю. Ну и в двух словах, почему именно этот домкрат. Он, во-первых, обошелся мне крайне недорого. Я все время как ходил по Леруа Мерлену, там я покупал, мне все было жалко денег, я все что-то присматривался, думал надо, не надо и так далее, и так далее. Но постепенно я автомобили поднимал, чтобы менять колеса и себе, как говорится, и знакомым, и родственникам. Но есть у меня домкрат обычный, вот такой вот, двухтонный. Но он, конечно, легкий в переноске, я не знаю, сколько он весит, килограмм пять может с чем-то. Но все вот эти вот хлипкие палочки, оно, конечно, поднимает, и подтекает масло у него. Неудобно им пользоваться, короче. Да, он поднимает, но не так устойчиво он на этих роликах стоит. Хотелось чего-то более надежного, более удобного. Тем не менее, домкрат маленький я использовать буду, где-то в легкий в переноске, этот очень тяжелый, этот весит почти 30 килограмм, 28,5, что ли у него заявлено. Но он мне понравился, во-первых, ценой, во-вторых, он мне понравился сборкой. Он очень так массивно сделан, у него массивные колеса. Тут все неплохо сделано. Единственное, что мне не нравится, вот тут вот не проварен шов. Да? Вот с этой стороны тоже. Ну, видимо, считается, что нагрузка приходится вот сюда на отрыв. Тут не несет никакой нагрузки этот шов, то есть он не держит, видимо, если это крыло на излом идет. Ну да, вот здесь вот должно быть приварено. Да, приварено только вот здесь. А, изнутри обварено. Внутренняя часть обварена. Видите, она обварена хорошо внутри и снаружи вот это вот крыло. А здесь и внутри на горизонтальной части сварки нет. Ну, да, действительно, этот шов, может быть, держать и не будет. Но если бы я делал, я бы обварил и здесь и внутри. Потому что нагрузка какая-то сюда приходится все равно. В общем, я понял сейчас, сидя в гараже, уже понял, в чем здесь главная ошибка этого домкрата. Все у него сделано отлично. У него все прочно, здорово и супер. И вот эти вот всякие втулки, они выдерживать будут намного больше, чем 3 тонны. Вот эти все болты и так далее. Но вот эти вот ножки, лапки, они приварены неправильно. Они приварены неправильно и нагрузка на них будет держаться вот здесь вот только на сварочке немножечко. Нужно было сделать по-другому. Нужно было эти лапки перевернуть наоборот. Сейчас я вам покажу, как правильно должно быть. Вот посмотрите, подъемник, да, он принимает на себя мотоциклы до 450 кг у него нагрузка. То есть 450 кг всего. Но посмотрите, как здесь ножки приварены. Видите, аналогичные ножки, но она наоборот перевернута. И получается, что у нее идет упор вот здесь. Здесь вот обваривать даже не сильно обязательно. Главное, чтобы вот тот шов был проварен. И получается, что вот та площадь, посмотрите, сколько там шва, да, сварочного. И он работает на разрыв того шва. А здесь, получается, ножка наоборот прикручена. И смысла приваривать вот здесь нету. Вот сюда нагрузка приходится. Но этот домкрат ведь должен 3 тонны поднимать, а не 450 кг, как подъемник от Норберга. Вот это вот главная проблема. Если эти ножки дадут слабину, если они отвалятся, их нужно будет перевернуть и приварить уже, соответственно, правильно. Как на подъемнике Нордберг. Вот, пожалуйста, видите как. А так, в целом, есть еще один минус. Не знаю, минус, не минус. Все советую брать домкраты, чтобы пружины были закрыты колпачками из оцинковки, либо из таких хромированных колпачек идут. Они и смазку закрывают, и пружины, и вот сами штоки у цилиндров. Вот эти поршенечки они прикрывают. Но здесь таких колпачков нету. Но я не испугался, все равно купил этот домкрат. Мне он нравится. Вот это место, болтики складывать неудобно. Здесь очень низкий уровень. Сюда, наверное, можно прикрутить какую-то коробочку. Коробочку квадратную сделать повыше, чтобы сюда можно было гайки, болты складывать. Вот такая вот штука. Мне он очень понравился. Массивный. Болты, гайки тут такие серьезные. Ну и если учесть, что Нордберг тот же. Я люблю фирму Нордберг. Вот у меня и подъемник от Нордберга. У меня от него гайковер. Мне нравится Нордберг. Но я посмотрел, домкрат стоит 15 тысяч, что ли, у Нордберга. Примерно то же самое. Тоже 3 тонны. Но цена 15 тысяч, грубо говоря. Единственное, что на Нордберге резиночка есть. Но резиночку я думаю, что сделаю. Не могу сейчас показать, как я поднимаю машину. Это будет летом. А так, тем, кто делает свой выбор. Ну вот, первое впечатление, когда его трогаешь, разбираешь, используешь. Очень даже неплохо выглядит. Массивный. По сравнению, говорю с двухтонным домкратиком, вот с этим. Этот, не знаю, раз, наверное, в 5 массивнее. Очень серьезная штуковина. Я рекомендую к покупке. Я так подумал, что я купил его где-то за 8200 в Leroy Merlin. Они там последние три штуки у них лежали. В интернете где-то он по 9 с чем-то. Можно его на заказ купить, но там надо за доставку опять платить. Где-то он по 10 тысяч такой домкрат. Я подумал, что скидка неплохая получается. Около 2000, если где-то в магазине заказывать. Около 2000, да. Вот. Уже это мне понравилось. То есть, цена примерно в два раза ниже, чем у того же Нордберга. Я подумал, что даже если этот сломается, можно будет купить еще один. Вот как-то так. Всем всего доброго. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова